Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вельковская и сегодня у нас следующее видео мы говорим о том, что мешает нам чувствовать любовь, близость к партнеру, нежность, теплоту и что же поможет нам обрести состояние такой соединенности, душевности со своим любимым человеком. В прошлом видео мы говорили, что опора на другого, на ожидание от него любви, одобрения в наш адрес, играет с нами часто другую шутку. Мы очень зависимы от состояния другого человека, от его чувств к нам и если мы не получаем желаемый отклик, мы отдаляемся, закрываемся. Были ли у вас такие моменты, когда казалось, что вас отвергают и хочется развернуться, сбежать, убежать, слезы, обиды. Да, это состояние знакомо, наверное, каждому. И в этом видео мы поговорим, что же помогает нам реагировать как-то иначе. Вроде простой момент, но такое слово, которое определяет все наши реакции, наше поведение, наше отношение с самим собой. Это вот целостность, целостное ощущение себя, когда мы в контакте с собой, мы в контакте со своими чувствами, со своими ощущениями, соединены. И когда мы четко понимаем, что нам подходит, что нам не подходит. Это состояние, когда мы спокойно, уверены, мы чувствуем силу от того, что мы в ладу с самими собой. У нас нет конфликта с происходящим внутри и снаружи. Мы спокойно выражаем свои желания, мы смело проявляемся, мы можем делать то, что нам нравится, и не делать то, чего мы не хотим делать. Мы не перестаем что-либо изображать, мы не снимаем маски, роли, не изображаем каких-то фальшивых улыбок, мы такие, какие есть. И вот это чувство такой внутренней целостности позволяет нам быть самими собой. И наверняка вы проживали в своей жизни такие состояния, когда прям вкусно было от самого себя. И в такие моменты вы, может быть, если сейчас прям вспомните, когда вы это чувствовали, заметьте, в этом состоянии исчезает такая глубинная потребность в оценке, положительной оценке окружающих, даже вашего близкого партнёра, вы как будто спокойно не зависите от того, что он вам говорит сейчас, как он вам проявляется, у вас уже внутри всё хорошо, вы не нуждаетесь, вы не стоите с просящей рукой. И тогда, когда вы вот эту целостность и контакт с собой обретаете, вот это хорошее отношение с собой, снимается нагрузка с другого человека, с близкого, что он что-то должен как-то особенным образом с вами взаимодействовать, появляется такое пространство свободы между вами. Об этом пишут многие книги, конечно, это уже информация известная, но мы иногда не понимаем, как к этому прийти, как к этому, это состояние найти в самом себе. И при всех наших положительных намерениях, да, мы можем стараться быть такими, но стараться это не значит быть этим, это не значит это проживать. И как вы думаете, каким образом вот это состояние целостности, хорошего отношения с самим собой может повлиять на ваше взаимодействие в паре? Когда вы не требуете, не ждете, вам уже хорошо, как вы будете общаться с вашим партнером, как вы будете себя проявлять, что вы будете делать, как вы будете общаться, разговариваться, какими будут ваши глаза. Да, вот это состояние вкуса от самого себя рождает вкус и во взаимодействии с другими людьми, которые реальны с вами. У вас как будто веет теплом, и в этом хочется быть. Уходит очень много напряжения, появляется действительно пространство для свободы, теплоты, такой соединенности, душевного общения. Это то, что сближает и дает паре особую атмосферу. И из этого состояния, как входить в близость, да, это может быть чем-то очень прекрасным, обменом энергии, любви, чувств. Да, и вот о том, как к этому прийти, как обрести это состояние целостности, как наладить отношения, хорошие отношения с самим собой в первую очередь, об этом мы поговорим в следующем видео. И на нашем бесплатном вебинаре 12 декабря, который мы будем проводить с моей коллегой и уже партнером по таким проектам, Гузель Калимулиной, мы консультанты работы Байрон Кейти, и будем делиться своими знаниями, своими навыками, и познакомим вас тоже с этим методом. Приходите, мы вас ждем. До встречи.